2020 год, 31 октября пред, точнее последний день предпоследнего месяца осени. Ну и погода по-осеннему проморзглая в Перми, где сегодня на стадионе «Звезда» предстоит встретиться самому титулованному российскому женскому футбольному клубу «Звезда» 2005 с в определенной степени дебютантами женской суперлиги, женским футбольным клубом «Краснодар». Прямая трансляция из Перми, как всегда, на официальном канале женской футбольной лиги на ютюбе. Приветствую всех, кто смотрит эту трансляцию. Зовут меня Артем Жаворонков, я в меру своих скромных сил. Буду стараться помогать вам ее сегодня смотреть. Прострел! Хороший прострел с правого фланга сейчас! Сейчас эти ее действия оказываются успешными, ее можно простить, но было уже несколько моментов, когда вот такая вот индивидуальная работа. Вот может быть здесь что-то получится, а ошиблась сейчас защитница Краснодара. На левый фланг Пантюхина! Может и обыграть, и ударить! Нет, ни то, ни другое. Дальний удар сейчас, и под перекладину, как неожиданно, тоже красиво достаточно сейчас. На Пантюхину! Крутит-вертит, навешивает. В центр удар! Хороший удар! И передача получилась отличная! Олеся Курочкина могла увеличить счет своим голам дальний удар в исполнении Екатерины Пантюхиной. Кстати, и «Звезде-2005» тоже с «Инисеем» скоро играть. Удар по воротам издали. Придерживала за руку футболист в комбордовой форме. Еще один навес глубокий. Скользкий мячик. Скользкий мячик Татьяна Чербак. Как-то не очень уверена сейчас. Но с второй попытки зафиксировала его в своих руках. Постоянно нагнетая, постоянно прессингуя. Создавая такую нервную атмосферу, обстановку. И вот сейчас 4 в 2 вообще, в принципе, футболистки-звезды-то в атаке выходят. Пантюхина! Удар! Кипяткова! Дальний удар. Навес в штрафную. Зварич попыталась сыграть кулаком. Не очень удачно. И по... Удар. Хороший удар. Но по центру... По центру ворот. Ну и все. Ни минутки не добавила Ксения Горячева к первому тайму. 0-0 по-прежнему у нас в поединке. Звезда 2005 принимает футбольный, женский футбольный клуб «Краснодар». У звезды замен нет. Звучит свисток арбитра. Ксения Горячева обслуживает сегодняшний матч в качестве главного судьи. Клона Власенко номер 14. Любовь Кипяткова номер 2. Надежда Ильиных номер 88. И капитан команды Олеся Курочкина под седьмым игровым номером. Есть определенные кадры. Проблема хорошая передача на левый фланг. Как распорядиться мячом сейчас у Органова дальний удар. Выше ворот. Из глубины получилась. Очень хорошая передача. Курочкина выходит один на один. Зачем-то начала заваливаться назад. Уже подбегая практически к Татьяне Щербак. Значительно больше, чем в этом. Не везет ни со штрафными, ни с угловыми в этом сезоне. Удар дальний. Хороший удар сейчас. Неплохо Берендееву приложилось к этому мячу. Но мимо ворот. Плотная очень игра. Хорошая позиция сейчас под удар. Ну и открыв счет владела, конечно, звезда. Но удержать победу, напомню, не смогла. В добавленное время уже Краснодар. Один удар по воротам уже на обе команды в сегодняшнем. Ильяных встречал этот мяч. Тащит его по правому флангу. Будет обыгрывать. Расстрел. Позноватый отворот. Две замены провела Татьяна Зайцева. И одну замену по итогам первого тайма. Ох, как хорошо сейчас поборолась до конца. До конца. Ну и все силы, наверное, на эту борьбу отдала сейчас Костарева. А вот здесь хорошего упустили. Илона Власенко сейчас получила передачу. Но не смогла мяч обработать для того, чтобы ударить. Решила зачем-то его останавливать. Делает это. Удар по воротам наносит. Удар по воротам. Ох, как хорошо под перекладину Яна Чуб. То, что она умеет делать лучше всего. Побежали, запутали себя и соперника. Ну и такой свечой перекинув стеночку. Прямо под перекладину летел этот мяч звезды. Ну подождите, сейчас еще наблюдаем за тем, как Краснодар пытается играть. Ох, как... Даже не знаю, какими словами здесь сейчас этот эпизод прокомментировать. Получила ничью и одну очку. А здесь могла бы схлопотать и поражение. И все. Звучит финальный свисток. Конечно, на последних минутах такая прединфарктная была атака для болельщиков звезды. На последних минутах очень красиво отыграл Краснодар этот эпизод. И закончил бы этот матч за здравие. Но футбольный бог миловал. Продолжение следует...